Всем привет, дорогие друзья! С вами Грув, поля сражений. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об изменениях, которые затронули поля сражений. В дополнение руины за предели, которое должно выйти в апреле месяце, если не смотрели, обязательно гляньте. Но нас интересует сегодня, конечно же, патч. Поскольку я еще не особо играл, буду рассматривать это со стороны, ну, все изменения со стороны, ну, как человек, который поиграл в игру, сколько тут часов, ну-ка, 450 часов, имеющие 10 тысяч рейтинга. Думаю, этого достаточно, чтобы здраво оценить, насколько та или иная, тот или иной герой, тот или иной нерв хорошо будет смотреться или нет. Ну, будем это назвать таким... Будем это назвать таким вангованием, наверное, больше, чем... Ну, на практике, наверное, может быть все по-другому. Посмотрим. Первое, о чем хотелось бы поговорить... Да, это все у нас дело появилось на playhardson.com в разделе новости, если хотите, можете почитать. Если вам нравятся мои видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то непонятно. Если хотите, чтобы я обозрел также и другие новости, в других режимах, ладар, рейтинговая система, там много чего нового. Новый герой есть, должен появиться. Вот, так что пишите в комментариях, я почитаю, если будет много таких комментариев, то обязательно запишу для вас и обзор героев. Так, первое, с чего бы хотелось начать, что с выходом руин за предели у нас появится пропуск завсегдаты. Его можно будет приобрести за 1100 рублей или за 2500 золота. Он будет давать те же функции, что и сейчас давало бустеры последнего комплекта. Кстати, из наград они это все дело уберут, то есть вам потребуется либо 30 бустеров нового сета, либо купить пропуск завсегдаты. По-другому, к сожалению, бонусы из трех или тут, возможно, даже четырех героев, и ранний доступ к новым героям, и смайлики, что там еще обычно, статистика, к сожалению, по-другому не получить. Поэтому либо 30 бустеров нового сета, либо вот этот пропуск. Хочется, знаете, отметить, что, ну, я не знаю, будет ли 30, может они увеличатся какое-то количество, что 2500 золота это 25 бустеров. То есть, купив 30 бустеров, ты, во-первых, увеличиваешь количество карт в своей колоде, да, в ладере. А также, возможно, открываешь все бонусы, я не знаю точно, будут ли, можно ли будет все бонусы открыть за бустеры. Если это будет не так, то, возможно, только покупка вот этого Battleground Perks может как-то нам помочь. В любом случае, прикольно, Близзарды нашли способ монетизации, это всегда хорошо, очень приятно поддерживать разработчиков в том, что действительно они делают хорошо. И это приятно, я бы даже купил не за 2500 золота, а именно за 1100 рублей, чтобы именно поддержать разработчиков именно режим полей сражений. Ну, потому что они молодцы, это хороший режим, где я сейчас провожу очень много времени и получаю громадное удовольствие. Поэтому я только рад за появление этого пропуска завсегдата. Надеюсь, это Близзов замотивирует делать действительно хорошее обновление для полей сражений. Переходим дальше. Три минуты я потратил. Давайте посмотрим изменения списка героев. Первое, что хочется отметить, что Рагнарос, Сильвана, Глазастик удалены из списка героев. Если вы не знали, Рагнарос стрелял на 8, Сильвана, Баффало, левое и правое существо за 0, и Глазастик, он стрелял два раза по 4 дэмэджа за единицу маны. Их отправят на переработку, через какое-то время вернут, потому что, судя по тому, что Близзарды нам анонсируют, скоро будет столько героев, что каждый сможет примерно выбирать из 4-х. Соответственно, если каждому будет предлагать по 4, в общем, пуле героев должно быть, ну, соответственно, 8 на 4. Тридцать два. Тридцать два героя должно быть. Вот, поэтому я думаю, Близзарды постепенно будут увеличивать пул героев, и в конце концов их должно быть тридцать два и больше. Дальше. Новый герой, Грибомант Флургл. Пополнил список героев. Рыбалка у него, Билка, пассивная сила героя после того, как вы продаете Мурлока, добавляет случайного Мурлока в таверну Боба. Ну, тут я так предлагаю, ну, поскольку я им еще не играл, ну, сразу видно, что герой такой унифицирован, а это значит, что он уже плохой. То есть, этого героя хочется собирать в Мурлоков, а это примерно сравнимо с Джараксусом, который только собирается в Демонов. Этот будет собираться только в Мурлоков, а это всегда плохо. То есть, иногда будет случаться так, что ты будешь играть в изобилки, и тебе придется, не знаю, отказываться от Мурлоков, потому что тебе их просто тупо не дает. Ну, сразу, что можно сказать, наверное, этим героям стоит посидеть на первой таверне, потому что в первой таверне есть Мурлок 2.1, который очень важен для использования этой обилки. То есть, ты покупаешь Мурлока 2.1, продаешь хвост, у тебя появляется еще один Мурлок в таверне Боба. И интересно, что он именно добавляет случайного Мурлока. Ну, скорее всего, случайного Мурлока, это не значит, что тебе может там на второй таверне попасться Багургл. Хотя, если это так, то это лютая имба. Хотя, вряд ли так Близзарды сделают, что типа, там, ральнулся, Багургл пришел, да, либо раскопка. Это слишком жирно было. Скорее всего, работает так же, как раньше работала или сейчас работает пассивка из Эры. Добавляет случайного Дракона именно из этой таверны. Этой и ниже. То есть, если вы находитесь в третьей таверне, то вы можете получить Мурлока на баф хп. Можете получить Мурлок из второй таверны и из первой таверны. Соответственно, четвертая и пятая таверна для вас пока закрыта. Если это не так, поправьте меня, кто играл за этого героя. Напишите в комментариях, я обязательно прикреплю этот коммент, ну, если он будет правильным. Дальше. Приходим к следующему герою. Изменили сэра Финли Морглтона. Он вернулся в список. Мне добавили приключения. Пассивная сила героя. В начале матча вы раскапываете силу героя. Интересно в том случае, если вам попалось три, ну, два фиговых героя и Морглтон. То есть, вы можете взять Морглтона и еще разок копануть героев. Соответственно, в одной парте может получиться два героя с одинаковой обилки, скорее всего, да? Что очень интересно на самом деле. Я считаю, что это интересный баф, потому что обилка Морглтона была весьма слабая. А теперь можно найти действительно сильную обилку в том случае, если вам попались действительно плохие герои. Если среди выбора есть уже герой с хорошей обилкой, то стоит выбрать его и не полагаться на рандом. Этот лишний раз рандом вам мало чем поможет. Поэтому при плохом выборе взять Морглтона будет просто прекрасным выбором. Переделали профессора Мерзоциду. Он вернулся в список героев. Что ему сделали? Ваше существо получает плюс 10 к атаке в следующем бою. Вроде бы написано точно так же, только теперь можно выбирать конкретно существо, которое будет получать баф. Ну и сразу у меня возникает три реализации этой обилки. Одна реализация это просто прекрасно подходит против пыща. Ты, например, играешь с Ривендером. У Ривендера очень мало хп. Ты знаешь, что у противника есть пыщ. Ты даешь плюс 10 атаки Ривендеру и пыщ не бьет в Ривендера. Получается, ты отыгрываешь от него. Это очень круто. Также можно это все дело отыгрывать, также кинув на жонглера. Если вдруг так получилось, что ты начал раскачивать демонов, и они имеют уже большие характеристики, что не спасает от пыща жонглеров своих. Также это все можно закидывать на какие-то баблы. Например, ты хочешь, что первым существом стоял Энзотик, но тебе хочется, что вторым существом стоял новый Драконий Страж. Вот этот за 3 маны 2-1, который сразу бы ударил 2 раза по 10. Это было бы очень круто. В общем, героя улучшили. Это действительно тот герой, которого можно было бы взять. У него есть интересный отыгрыш в лейте. У него есть... ну, продолжает неплохо также играть, накидывая на Гидру в мидгейме. И на ранней стадии можно на Дракончик какого-нибудь накинуть. Но эта обилка абсолютно бесполезная на ранней стадии игры. Вы просто не будете ее играть примерно до 8-го кристалла маны. Это точно. Или до прихода нужного существа, которое вам будет помогать выиграть. Вы эту обилку будете чаще всего играть для того, чтобы получить меньше урона за то, что вы вышли в левел. Это весьма прикольно. Прикольно. Это улучшили. Действительно классный апп. Поля сражений, значит, изменение баланса героя. Королич изменили. Ритуал перерождения. Стоимость 1. Ваше существо получает перерождение в следующем бою. То есть теперь не правое существо, а любое. Сильно ли это повлияет на этого героя? Ну, например, мы можем первым поставить... Ну, единственное, что раньше Лич был хорош на... Ну, просто на хрипом. Взял, например, какую-нибудь... Газгойлер, да? Кобру. Поставил ее справа, кинул ей перерождение, и как бы она там себе работает. Теперь можно этого героя использовать в связке с зверми. Например, поставить Голдрин, дать Голдрин перерождение. И теперь она будет биться, резаться, потом еще раз биться. И двойной баф для Ривендера просто прекрасно. Как-то по-другому реализовать эту штуку, наверное... Ну, это в любом случае лучше, чем было. Потому что теперь ты можешь выбирать, что будет резаться, и где это будет находиться. Это очень классно. Это лучше. В любом случае лучше. Из Аэропортал в Сон. Теперь эта пассивная сила героя в начале вашего хода добавляет дракона в таверну Боба. То есть, если вы, например, в первой таверне получали три существа, то дополнительным четвертым существом будет дракон. То есть, он не заменяет существо, а добавляет еще одно существо в таверну Боба. Что не уменьшает ваше количество на получение нормальных карт. Стало лучше. Проблема в том, что эта обилка актуально начинается с третьей-четвертой таверны, когда там появляются действительно сильные драконы. В начале вот эти вот драконов один-два красных брать. Ну, может быть, прикольно, да? Но там надо заголдфишить еще этого... Виклипыха, или как он там? Ну, который бафается от убийства драконов. Что часто бывает сложновато. А в лейте это не имеет большого смысла. В общем, Изера слаба, потому что на ранней стадии игры у нее обилка не очень хорошая. То есть, вначале она играет без обилки. А есть герои, которые прямо с самого старта играют с обилкой. Например, Йоксарон, Рафаам и другие герои, которые очень сильно выделяются на фоне вот этой вот Изеры. И да, лучше стала обилка. Лучше. Бесспорно лучше. Но все же это для меня не будет приоритетным героем, потому что на старте Изера все так же слаба. Пирамидон. Ваше случайное существо получает плюс 4 к здоровью. Стоимость 1. Ваше случайное существо получает плюс 4 к здоровью. На 1 хп подняли обилку. Я так понимаю, в следующем патче еще на 1 здоровье поднимут обилку. Ну, ребят, ну обилка действительно проигрышная. Проигрышная по сравнению с другими обилками. Почему? Потому что ты не можешь брать себе существ, которые очень важны для твоей сборки. Например, Нзотик. Потому что если Нзотику случайно прилетит плюс 4 хп, он ни разу у вас не вскроется. Потому что я сколько раз в начале партии собирал триплет Нзотика. Он становился 4-4 и он просто не умирал. И ты просто получаешь уроны от того, что этот Нзотик без Аргуса не делает ровным счетом ничего. Поэтому вот этот плюс к здоровью. Я не знаю, в какую сборку это надо все запихнуть, чтобы это все дело заиграло. Скорее всего в Мурлоков. Но ты не можешь. Ты намеренно отказываешься. От Бомбочек, от Нзотика и от других важных фигур, которые помогают тебе выиграть мидгейм. Поэтому для меня этот герой все еще слаб. Ну, разве что Мурлоки. А Мурлоки сейчас отстой. Ну, может быть Демоны. Демоны тоже, кстати, отстой. Поэтому герой пока отстой. Если другая мета будет, например. Мета Демонов и Мурлоков вдруг вернется. То этот герой может тебя как-то показать. Ну, Хаос Монашторм. Пассивная сила. Ее изменили. Теперь ты начинаешь не с двух золотых монеток, а с трех монеток. Что это значит? Ну, действительно, стал лучше. Но настолько ли лучше, чтобы мы им играли? Теперь мы чаще будем видеть так, что мы видим Меллхауса, который покупает Мурлока, продает хвост и покупает еще одно существо уже на первый ход. Поэтому старт у Меллхауса действительно стал сильнее в разы, чем был. Хватит ли это того, чтобы он в лейте себя показывал очень-очень хорошо? Ну, скорее всего, очень многое все равно зависит от рандома. Потому что тебе нужно именно хайролить этих существ. Ты не можешь ролить и искать их в таверне, потому что это чрезвычайно дорого. И ты не можешь, например, играть в бестиарий на раскачку других существ. Потому что ты не можешь ролить. Там предусматривается ролл. То есть ты должен пойти в какую-то сборку, например, в зверей. Их там завозят, завозят, завозят. И ты неплохо собираешься. Но мне кажется, что этот герой, в принципе, теперь... Ну, раньше был стабильно топ-7. Но можно было взять, да? Кого-то там обыграть. Седьмым-восьмым вылететь. Теперь, возможно, этот герой стал чуть-чуть получше. Топ-6, топ-5, я думаю. Можно стабильно им брать. Но в топ-4 только на хайроле. Но на хайроле любой герой сможет взять топ-4 и выше. Кресиный король. Ему добавили хп на обилку. То есть раньше давал плюс 1-1. Теперь дает плюс 1-2. Стало ли это лучше? Да. Да. Однозначно это стало лучше. Хп всегда приоритетнее, чем атака. Например, если бы они сделали 2-1, стало... Типа... Было бы хуже, чем 1-2. Потому что на атаку раскачать всегда проще, чем на хп. А это тот герой, который... Ну, апнули. Ну, не знаю, как он сейчас будет смотреться. Он всегда был весьма средним героем. И по факту надо отыгрывать, смотреть. Мне кажется, есть более сильные герои. Например, в выборе с Йоксароном и, например, Рафаамом. Я выберу, конечно же, Йоксарон или Рафаама больше, чем Кресиного Короля. Но он стал лучше. По-моему, я не знаю, до нерфа он был такой. И он действительно был хорошим. Ну, хорошим. Выше среднего даже. Я думаю, что он и стал выше среднего. Был средним. Стал... Ну, был, скажем, Тир Б. Ой, Тир С, да? Средний. Стал Тир Б. Да, там еще есть А и С, да. Смотрим дальше. Теперь механизмы в Таверне Боба получают плюс 2 к атаке. Пассивный эффект. Я думаю, что эту обилку героя надо было переделать немножко по-другому. Ваши механизмы получают плюс 2 к атаке. Это было бы прикольнее, потому что ты мог поставить... То есть все механизмы, которые появляются из других механизмов, также бы получали атаку. Это было бы как, ну, что-то примерно как бы приравнилось бы к Смертокрылу, да, которого, кстати, понерфили. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, лучше, но достаточно ли, чтобы этим героям играть? Скорее всего, нет. Просто потому, что из второй таверни у нас убрали бабл... Мехи с баблами, это раздражатора, и 2-2 с баблом. Теперь их нету, поэтому бафать сейчас стало этому герою абсолютно некого. Вот. Я считаю, что этого героя надо чуть-чуть доработать, так как я сказал, и он будет весьма-весьма неплохим. Смертокрыл. Раньше был плюс 3 к атаке, стал плюс 2 к атаке. Стало ли это хуже? Стало хуже, но стал ли этот герой неиграбельным? Скорее всего, нет. Все так же вы можете взять крысу и двигать вперед. То есть, вы не только себя ослабляете, вы еще и противника ослабляете. Вот если противник плюс 3 к атаке оставался, а вам плюс 2, то это было бы, конечно, хуже. А так, что 3, что 2, этот герой весьма сильный, потому что вы можете взять всякий мусор в виде хрипов, и вам любая карта подойдет. Это и есть самая сильная сторона Смертокрылая, что вам подходит любая карта, которая производит другую карту. Будь то бабл, будь то хрип, будь то там котики-мурлоки, которые дают дополнительное существо. Ну, либо на крайне крыса. Это в любом случае круто. А крысу можно бафнуть как-то руками. Так что Смертокрыл все еще будет нас нагибать. Удешевили стоимость Рено Джексона обилку. Ну, типа... Ну и окей, как бы. Ну, я ее и за 4 играл тоже хорошо. 3, ну 3, так 3, как бы. Это незначительный апп, ну просто, ну 3. Дополнительный у вас будет ролл. Или покупка, да, найти более важное существо. Важный, важный ли это апп? Ну, не важный. Сделает ли он лучше его? Ну, сделает. У вас будет больше шансов на одну монетку найти важное существо, чтобы его превратить в золотое. Например, вы выходите теперь в левел, роллите, находите Ривендера, и теперь вы можете купить его, превратить как-то, да? Вам хватает денег из-за того, что он дешевле стоит на одну золото. Только в этом случае. Дальше. Воскогриф Савана перешел из пятой таверны в четвертую таверну. Здравствуйте, наконец-то вы получаете заслуженную свое место в таверне. И действительно, эта фигура неплохо смотрится в четвертой таверне. Я даже ее буду брать. Это круто. Это спасибо. Подняли здоровье на две единицы у предвестника пламени. Ну, как мне, он действительно играет неплохо только в драконах и только через этого, сейчас скажу, Калесгаса. Потому что эту фигуру надо действительно качать, чтобы она была эффективная. Просто так ее брать, ну, типа, два раза вряд ли она ударит. Атаки не так много, я бы лучше Воскогрифу взял. Он в среднем лучше. Дальше. Вот это мне очень понравилось. Был 2-4 дракон, теперь стал 3-4, 3-4 дракона. Это статы амальгама, ребят. Это статы, это пипец какие статы крутые. Это прям вообще супер. Теперь видишь, распорядительное время не берешь. На время его. Просто на время. Да, даже если ты в драконов не собираешься идти, у нее статы царские. Три атаки, это пипец много. Это 2-4, это просто дно по сравнению с 3-4. На ранней стадии игры вы убиваете Мурлока 2-3. Мурлока 3-3. Что там еще всяких? 2-3 элема. Меха. Что там? Ну, до хрена. Вообще почти все убивает эта фигура. Единственное, что эта фигура не убивает, это 2-4 демона. Поэтому либо надо будет волка рядом с ней ставить, либо надо будет бафать драконов. И будет здесь 4 атаки. И это на ранней стадии очень даже хорошо смотрится. Колесгас. Подняли здоровье и атаку с 2-8 до 4-12. Круто, круто. Я не понимал, как мы раньше с 2-8 играли, потому что 4-12 это действительно статы для 6-го дропа. И теперь, просто взяв и не сыграв в этом раунде ни одного боевого клича, вы гарантируете, что вы, скорее всего, не получите много по лицу. Потому что, ну, скорее всего, колесгас там одного-двух существ заберет. Так что круто. Понерфили на 3-зима. Раньше он был 2-4, теперь 2-3. Ну, это не супер важно. Да, 2-4 это круче. Ну, типа, с его силы в бафе других демонов, а на столе на 3-зим задерживается крайне редко. Типа, если бы его порезали до 1-4, вот это было бы прям вообще говно-говно. Просто взял, сыграл, продал сразу, чтобы не стоял. А так, окей. Значит, у нас изменили таверну у сумеречного мессора. Он был в 5-й таверне, сразу в 3-й опустили его. Ваш дракон получает плюс 2, плюс 2, ну и статы 4-4. Да, вот теперь вот правильное место, где должен находиться вот этот дракон. Фишка в том, сейчас скажу, что драконы начинают быть похожими на мехов. Потому что, смотрите, страж 6-3 у механизмов в 3-й таверне. И, скажем, бафер, да? Да, как его, не охранный ровер как-то. Ну, короче, 2-5, который плюс 2, плюс 2 бафа. Это название не помню. Вот, тоже в 3-й таверне. И тут есть страж драконов, который находится в 3-й таверне 2-1. Он тоже с баблом. И сумеречный мессар, который дает плюс 2, плюс 2, тоже находится в 3-й таверне. Вам не кажется, Близзы, что как-то драконы начинают немножко на механизмы быть похожи? Немножко, типа... Мне кажется, вот эту штуку надо поднимать до 4-й таверны и делать ее, ну, 5-6. Вот эта штука в 3-й таверне не должна находиться. Это слишком большой ап. Это очень сильно. Так, больше здесь ничего нет, кроме последнего героя, который тоже стал наступен. Это Иллидан Ярость Бурим. Два крыла у него. Обилка. Пассивная сила героя, начало боя, ваше крайнее левое и правое существо сразу же атакует. Проблема в том, что я не играл за этого героя и могу, типа, судить только со стороны, как бы, обывателя. Как можно реализовать это? Ну, сразу же мне в голову лезет только один выход. Это либо хрипы. То есть, первое существо у тебя стоит на сотик. Ну, у тебя Ривендер есть. Соответственно, у тебя Ривендер всегда сыграет. Это что очень важно. Даже вот не важно, что будет правым бить существом. У тебя всегда сыграет на сотик и даст Ривендеру баф. У тебя всегда сыграют ключевые хрипы. Ты всегда ударишь первой гидрой. Это очень важно. Первым бить, это в некоторых случаях выигрывает тебе игру. То есть, эта обилка наравне... Ну, сейчас скажу с чем. Эта обилка наравне с обилкой Нефариана, да? Который один по всем наносит. Примерно ту же... Ту же силу носит. Я думаю, что это тир А герой. Не тир С, но тир А. Потому что вот эта обилка в лейте просто тебе должна выигрывать игры. Ну, например, первым ты ставишь на зотика. Последним ты ставишь бомбу и выходишь через хрипы бомбы с ресом там всего остального. Ты теперь не боишься пыща. Ты теперь получаешь там вовремя баблы. Может быть, всем. Знаешь, ты первый поставил баблёрш, который бабла раскидывает, защитницу. А последним поставил мексу. И она у тебя получила баблу, потому что у тебя ривендер есть. И ты сразу же начал убивать существ противника. Ещё в конце убьёшь с помощью мекси. Короче, реализации вот этого всего очень много. Поэтому герой... Ну, типа, хороший. Не супер, но хороший. Вот. Там не супер он, потому что у него на ранней стадии не такая сильная обилка. Хотя и в ранней стадии можно неплохо себя чувствовать. Вот такие обновления полей сражений на данный момент есть. Близзарды анонсировали, что патчи будут выходить. И в ближайшем будущем мы снова увидим какой-то патч на полей сражений. Они выпустили целую... Когда что будет. Очень интересно. В следующем квартале должен появиться ещё один новый режим. Поэтому будем следить за информацией. А пока я пожелаю Близзардам удачи. Кстати, покупка перксов также даёт вам проход на арену. Я забыл сказать об этом. Вот. Поэтому ждём косметику. Очень хочется, конечно, приукрасить своих героев. И немножко помочь разработчикам в денежном плане. Чтобы они развивали именно этот режим. Потому что очень интересно посмотреть, куда это всё дело заведёт. Очень приятно, что Близзарды делают. Нерфы прям в тему. Очень интересно играть. И с каждым патчем просто всё лучше и интереснее играть. Это круто. Это круто. Вот, ребят. Если вам понравилось видео, то не забывайте поддерживать лайком, подпиской, комментом, вступлением в группу ВКонтакте, в Инстаграме и везде. Подписывайтесь. Жду вас на своих трансляциях. Приходите. Буду очень рад вас видеть. А на сегодня всё. С вами был Грув. Увидимся, когда нет, завтра. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok